Я Евгения Фронтина. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на нашем канале. Мы верим, что смотря передачи и проповеди Церкви Скиния, вы получаете хлеб насущный и живое актуальное слово с неба. Мы рады, что вы разделяете видение Церкви Скиния и поддерживаете наше служение своими добровольными пожертвованиями. Без ваших щедрых вкладов мы не могли бы осуществить столь масштабную работу, которую Бог поручил нам сделать. Вся информация о переводах находится в описании под любым видео на канале. От себя лично выражаю огромную благодарность и безмерную любовь. Ну, честь для меня, конечно же, быть в этом месте и служить. И хотела поделиться с вами сегодня словом. Проповедь моя называется «Добродетельная жена». Это чисто женская проповедь. Ну, у нас же женское служение. Имею право служить женщинам сегодня тем, что открыл мне Бог. И название проповеди «Добродетельная жена». Естественно, речь идет о 31-й притче. Я раньше, я замужем. Вот, и когда я вышла замуж только за мужа, за своего, и вот как бы вот первое время он мне всегда говорил, ты у меня настоящая вот жена из 31-й притчи. Сейчас что-то не говорит уже. Чем дальше мы живем, как бы тем меньше он мне вообще вот эти комплименты отвешивает. Вот, но он мне раньше всегда говорил, ты женщина из 31-й, настоящая жена из 31-й притчи. Ну, и я реально, ну, видела сходство, думаю, вот я такая. Ну, это же, когда только поженишься, да? Это же как бы, ну, или там вступаешь в дружбу, ну, в дружбу, да, у нас. И мы же себя презентуем, правильно? Мы себя показываем с хорошей стороны. Ну, вот. А сейчас я в силу своей работы и в силу служения периодически сталкиваюсь с проблемами семьи. И вы знаете, я сегодня не хочу рассуждать на тему, кто в семейных отношениях прав, кто виноват, там, мужчина или женщина. Хотя, кстати, было бы неплохо, если бы была притча, например, о добродетельном муже, да? Ну, было бы классно, мы могли бы тогда тоже, ну, мужчины могли бы по этим вещам проповедовать. Что такое добродетель? Добродетель – это характер верующего человека, проще говоря. То есть это правильные черты характера верующей женщины. Другими словами, если еще проще упростить, добродетельная жена – это правильная нравственная женщина. Ну, так получается, да? Вот. Так вот. Слава Богу за интернет. У меня, знаете, сегодня такая мысль посетила. У меня один есть тоже клиент, он говорит, интернет – зло. Ну, он не верующий человек, абсолютно светский человек, и он не пользуется вообще интернетом. У него кнопочные телефоны, это принципиально у него. Не кнопочные, ватсап у него как бы есть, ну, такие, ну, без интернета. Ну, и вот. И он говорит, интернет – зло, он своим детям не разрешает пользоваться интернетом. А я сегодня поймала себя на мысли. Вот представьте, вот я готовлюсь к служению. И, например, мне нужно углубиться, да, в какую-то тему. И пришлось бы мне идти в библиотеку. Для того, чтобы подготовиться к одному служению, мне нужно было бы провести, ну, минимум трое суток, я так думаю, в библиотеке. А интернет, ты раз открыл данную тему, выбрал правильный сайт, посмотрел, прочитал информацию нужную, взял, в общем, я за прогресс, я за интернет. Так вот, мы с интернетом вместе разбирались с темой, вот с этой темой, добродетельная жена. А конкретно, если я хочу вам сегодня поделиться, с вами сегодня, может быть, кто-то что-то дополнит, я не претендую на истину последней инстанции совершенно, но я выбрала несколько добродетелей, на мой взгляд, которые соответствуют этой притче. И вот сегодня хотела бы с вами поговорить на эту тему. Их 10. Все я их разбирать не буду, потому что мы тогда с вами просидим очень долго, потому что, в принципе, все их разбирать и не нужно, потому что половина из них вообще присущи любой женщине. Я буду, знаете, чтобы нам всю с вами притчу не читать, я буду зачитывать, допустим, начало стиха, ну, которое конкретно говорит об этой добродетели, да, о черте характера женской. И, ну, вы будете понимать. И у нас будет выводиться на экран, то есть вы будете видеть, что я не обманула, что как бы все это там написано. Так вот, давайте начнем. Значит, притча 31 глава, какой у нас с 10, по-моему, да, стиха начинается. Да. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена вне сердца мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. В этих двух стихах я увидела первую черту характера – это верность и любовь. В принципе, в основной своей массе женщины, если женщина любит, она в любом случае верна, женщины верные. Правильно? Правильно. Если я встречаю человека от Господа, я выхожу замуж по любви. То есть любовь и верность – неотъемлемая часть. С этим все просто. Это добродетель у нас в порядке, как бы с этим все просто. Следующее, 13 стих. Смотрим сразу. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Я увидела вторую черту характера – трудолюбивая. Здесь тоже для меня лично все понятно. Смотрите, у нас, как у верующих людей, есть привилегия. Мы можем выбирать работу, не работа нас. Правильно? Если я выбираю работу по своему сердцу, занимаюсь любимым делом, я в любом случае трудолюбивая. То есть мне это нравится, я с утра встаю, я занимаюсь этим, то есть я горю этим занятием. С трудолюбивостью тоже все в порядке у нас. Следующее. Пятнадцатый, семнадцатый. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и уроченное служанкам. Задумает она о поле и приобретает его от плодов, припоясывает силу и чрезла свои и укрепляет мышцы свои. Вот здесь вот, вот пятнадцатый стих. Она встает еще ночью и раздает пищу. Ну, жаворона, крана встает. Вот, у меня с этим проблемы, честно говорю, я люблю поспать. И я вот этот пункт, вот эту черту характера назвала «Сила воли плюс характер». Потому что, ну реально, это нужна дисциплинированность, это нужна воля, чтобы вот так вот вставать постоянно рано или сильно любить нужно. Ну, и так или иначе, еще можно назвать, не знаю, женский тайм-менеджмент, допустим, эту черту характера, правильное планирование. Ну, то есть, в общем, то, что позволяет женщине правильно запланировать, допустим, ранний подъем, распланировать дела, там и так далее. То есть, правильное планирование – это тоже черта характера добродетельной жены. Дальше, восемнадцатый стих. Вот здесь мы с вами остановимся. «Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью». Аминь. Здесь мне это как-то вот так вот открылось. Уверенность в себе. Она чувствует, что занятие ее хорошо, светильник ее не гаснет. То есть, она уверена в том, что делает. Уверенность в себе. Вы знаете, я над этим, вообще над уверенностью в себе я размышляю последнее время. У меня, расскажу вам, с чего вообще я начала размышлять. У меня уже, может быть, два или три месяца, есть клиентка, я с ней работаю. Она на консультации ко мне приезжает. Это неверующий человек. Я светских людей принимаю. То есть, это моя работа, профессиональная деятельность. Обратилась она ко мне с паническими атаками и навязчивыми мыслями. Она лечится у психотерапевта параллельно. То есть, как бы мы идем в две рельсы, лечимся. Когда мы стали разбираться, ну, вернее, как, я просто помогаю ей разобраться, она сама начинает разбираться, выяснилась такая вещь, так тоже бывает, что все ее атаки связаны только, они наступают только тогда, когда она со своим мужем рядом. Куда-то они идут. У нее атака. Она боится ездить, там у нее прям паника начинает. Ну, этот человек мучается. Представьте, это вот, ну, у нее физиологически это все проявляется. Это, ну, это вот все проявления физиологии начинаются. Они даже, она даже с мужем просто в ресторане где-то сидит. У нее вот эти атаки. Она работает на работе обычной. На работе все в порядке у нее. Она комфортно себя чувствует. Она ко мне приезжает, комфортно себя чувствует. И вот она мне вот эту вот фразу говорит, что вот всегда это все сопровождается, когда вот он рядом со мной муж. Ну, и начинает она мне сама рассказывать, начинает, что муж у нее всегда ее уверенность в себе подавляет. Допустим, она высылает какую-то, ну, простые примеры, да. Например, она захотела купить какую-то вещь себе. Высылает ему фотографию, он ей в ответ пишет. Не просто, допустим, мне не нравится, а он ей пишет, да что у тебя за вкус такой, как бабка одеваешься, ну, то есть вот такие какие-то вещи. Понимаете, в чем суть? Если коротко сказать, он вселил в нее неуверенность в себе до такой степени, что у нее физиологически начались проявления, панические атаки, навещевые мысли. Человек заболел. И вот эти вот, ну, я размышляла над этой темой, думаю, ну, ведь у меня тоже бывает иногда неуверенность в себе. У людей рядом, окружающих меня, вроде смотришь нормально, все нормально, но бывают люди неуверенность. С чем это связано? И как тогда быть уверенностью? А написано, в Писании написано, что добродетельная жена, то есть христианская женщина, ну, вот эталон христианской женщины, она уверенная в себе. И я думаю, ну, как так? Ну, значит, я должна быть уверенной. Значит, это противоестественно, что я не уверена. Я стала разбираться с этими вещами. Первое, что мне понравилось, прям сильно понравилось, когда я начала смотреть Википедия и какие-то такие вот проверенные, допустим, справочники, так вот, уверенность в себе, это не что иное, как свобода от сомнений. Мне так понравилось это выражение. Я дальше вам объясню, вы поймете, почему оно мне понравилось. Так или иначе, я стала размышлять. Я раньше вообще всегда давала сама такие советы. Знаете, я всегда говорила, ну, неуверенность в себе, надо повышать самооценку. А нам, женщинам, это вообще свойственно. Ну, согласитесь, да? Если там нам кто-то там, особенно из девочек, ты куда-то приходишь, тебе что-то не так сказали, и все, и ты вот начинаешь комплексовать сразу, и ты потом уже не уверенный в себе. Ну, я не знаю, может быть, у вас не так это все. Вот у меня как бы, ну, я это проходила. Может быть, я как-то это, ну, сильно впечатлительная, не знаю. Но мне кажется, это вообще любого человека касается. Пусть даже это не внешность, речь не о внешности. Например, что-то ты сказал над тобой, посмеялись с этого момента, ты не уверенный. Ну, какие-то вот такие вот вещи. И всегда я это связывала, и не только я. Мы это все связываем с самооценкой. Ну, правильно? Оказывается, ничего общего с самооценкой это не имеет. Я вам сейчас все объясню. Просто, когда мне Бог это открыл, я думаю, прям, слава Богу, за личные отношения и за молитву, за то, что вообще я могу с ним разговаривать, и он меня может вести в этих вопросах. Так вот, если уверенность в себе связана, это, кстати, и мужчин тоже касается, вообще, в принципе, людей, вот это вот, именно вот эта тема. Если уверенность в себе связана с нашей самооценкой, тогда у меня вопрос, почему, когда человек начинает повышать самооценку, он становится надменным, он становится агрессивным, он раздражает, он становится, ну, якола такой, знаете, вот я лучше всех, а вы все как бы, ну, встречали таких людей? Вот, это вот люди повышают самооценку, но с уверенностью в себе это ничего общего не имеет. Человек становится, он дерзкий становится, он агрессивный, он надменный становится, он, ну, он получается со знаком плюс, а все со знаком минус. Это не имеет общего ничего с уверенностью. Уверенность, уверенность, это свобода от сомнений, но это не связано с самооценкой. Так вот, когда человек приходит в этот мир, когда рождается ребенок, у него формируется базовая потребность. Называется она самоценность. Как она формируется? У меня дети родились, что первая, что вторая. Я не то, что как курица над ними, не в этом дело. Я с любовью смотрела, я гладила. Они ценность для меня. Я всячески старалась показать своим детям, что они для меня ценность. Это формируется базовая доверенность, ой, базовое доверие к окружающему миру, к маме. Вот самоценность называется. У ребенка начинает формироваться именно чувство, что он ценен. И от этого формируется уверенность в себе. Смотрите, когда приходим к Богу. Вспомнитесь, я уверена, что было у каждого так. Я уверена абсолютно на сто процентов. Когда я пришла к Богу, мне достаточно было о чем-то подумать. И Бог, вот как мама, Он взращивал вот эту мою самоценность. Он все делал для меня. Мне нужно было просто... Я могла только подумать, и все. И это уже было на следующий день у меня. Было у кого-то такое? Это было у всех. Я знаю. Мы всегда говорим, Бог в себя влюбляет нас. Послушайте, Он формирует базовую... Это приходит откровение, что я дочь царя. Я дочь Бога. И это формирует мою уверенность. Это формирует, другими словами, это формирует свободу от сомнений. Если я дочь царя, у меня нет сомнений. Я свободна от них. А значит, я уверена. Я уверена в том, что я делаю. Я уверена в том, что я говорю. Я уверена в том, как я выгляжу. Потому что я ценность. Я выше вот этих предрассудков всех. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, не надо повышать самооценку. Загляни внутрь себя. Самоценность свою повысь. Вспомни, как Бог заботился о тебе. Если не заботилась мама о тебе. Бывает так. Наши родители, я не вменяю им вину. Они любили и любят нас как могли. То, что имели сами. Это мы сейчас многое можем. У нас много знаний. Мы много можем читать. Мы знаем, мы слушаем. У нас есть проповедь. У нас есть Бог, в конце концов. Который дает нам мудрость свыше. Как нам общаться с нашими детьми. Но у наших родителей этого не было. И они нам многого не додавали. Но не потому, что не хотели. А потому, что просто в них этого не было. И из-за этого у нас где-то, возможно, произошла ошибка. И самоценность, она нарушена. И поэтому мы не столь уверены в себе. У нас есть сомнения. Но когда мы пришли к Богу, Бог восполнил это все. У каждой вообще, у каждой женщины. Я прям в этом уверена на сто процентов. Лично в моей жизни самоценность, она сформирована Богом. Ну и родителями у меня, ну как бы я в семье не страдала. Тут как бы, ну, бывает разное, по-разному. Мне, может быть, просто повезло. У меня дважды самоценность оформлена, так сказать, в полноте. Так вот, милые девочки, нужно получить откровение, что ты дочь Бога живого. Ты дочь царя. И от этого ты цена. И только так формируется вот уверенность в себе. И никак иначе. Никакая самооценка. Самооценка. Я не хочу сказать, что самооценка – это плохо. Я имею в виду, что когда самооценка, если она объективная, но, как правило, самооценка, она не объективная. Когда ты пытаешься поднять свою самооценку, ты повторяешь постоянно в голове. Я самая лучшая, я самая красивая, я самая умная, не знаю там. Но это не делает тебя такой. Ты просто, ну, прешь, и все, как будто ты такая. Но это тебя такое на самом деле не делает. Поэтому одна из добродетель христианской женщины, но я думаю, что и христианского мужчины, и вообще человека, ну, христианина, это уверенность в себе, которая сформирована именно на откровении о том, что ты дитя Бога. Дальше. Идем дальше. Двадцатый стих. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Аминь. Здесь добродетель милосердия и сострадания. Ладошечку она свою открывает нуждающемуся, бедному, и руку подает нуждающемуся. У нас есть обочины. У нас есть обочины. Мы не милосердные и сострадательные начинаем быть, а начинаем одевать на себя роль спасателя и спасатите. Человек даже... Что такое сострадание? Это готовность помочь человеку в его горе. Но человек в горе у человека. А мы как? Мы увидели, ну, я образно говорю, человек обезопранированного места жительства и начали его спасать. Он даже не в горе, ему вообще все нравится. А мы начинаем спасать его и спасать, и спасать. Это ни у чего общего не имеет с милосердием и состраданием. Абсолютно. Мы же вообще... Женщины особенно любят вот эту роль спасателя. Мы прям любим это дело. И если вокруг даже нет объекта, кого надо спасать, мы идем домой, начинаем спасать мужа, там, не знаю, детей, там, кого-то еще. Они даже в этом не нужны. Они даже не готовы вообще к этому, ко всему. Поэтому, девочки, должна быть именно черта характера правильная. Не надо переходить в обочину. Не нужно быть спасателем. Там, где тебя в принципе вообще даже не... А потом страдаешь, ты же разочаровываешься от этого. Ты искренне считаешь, что ты милосердием занимаешься, оказываешь милосердие, сострадание оказываешь. А тебе потом просто поворачиваются и говорят, да мне вообще это все не надо было. И ты обижаешься потом. На кого? На Бога. А Бог говорит, я не об этом говорил. Почитай притчу 31. Аминь. Так, получается, у нас уже вот черты характера. Верная и любящая, трудолюбивая, волевая и дисциплинированная, уверенная в себе, милосердная и сострадательная. 23 стих. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Вот у меня всегда вот этот стих, я, короче, ну, естественно, по мере своего взросления во Христе я по-разному относилась к этому стиху, к этому месту Писания. Сначала я думаю, вот нифига себе, да, известно, она там трудится, жаворнок встает рано, а он сидит. У меня больше всего умилялось здесь, поражалось, сидит. Почему сидит-то он, думаю, не на работе он не где-то, а сидит, известен у ворот. Ну, я не буду сейчас рассуждать на эту тему, да, потом я думала совсем по-другому уже, что это заслуга жены, потому что, знаете, мы же много знаем, за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина, там и так далее, и вот эти все моменты. На самом деле, вот это местописание мне говорит об одной черте характера женщины христианской, добродетели. Это поддержка. Женщина способна поддерживать своего мужа. Ну, либо с кем она дружит, да, друга там, ну, как бы, вообще, в принципе, это дар. Женщина вообще создана для того, чтобы поддерживать. Это как круто, представьте, ты просто, просто любой человек может пообщаться, и ты высвобождаешь вот эту атмосферу поддержки. И человек вроде ни о чем с тобой не поговорил, но ему классно, он пошел и как бы, ну, знаете, встречали таких людей? Я встречала таких женщин. Это очень крутое качество, это очень сильное такое качество, я очень сильно хочу его. Когда мы поженились с мужем, я долгое время была одна, не замужем, сына воспитывала, ну, естественно, много работала, и мне пришлось быть, ну, как бы, не женщиной, скажем так, да, вернее, не так, не не женщиной, я всегда оставалась женщиной, естественно, вести себя вот прям такие, как вот, как мужик прям такой заправский, прям нормальный, так как у нас пастор Евгения говорит, да, вот брюки, пиджак, трубка и усы, короче, вот у меня вот были, вот это вот все у меня было. В итоге, когда мы поженились с мужем, я вышла замуж, я первое время вообще не способна была его поддерживать. Я, знаете, что я делала? Я соперничала. Сейчас я вам расскажу просто примитивный пример, может быть, даже кто-то себя узнает. Он домой приходит с работы и говорит, я так устал, ну, например, да, он, ну, как бы, чтобы была полная картина, он работает физически, у него действительно очень тяжелая физическая работа, тяжелая. Он приходит домой и говорит, я так устал, а я, знаете, что говорю? Я-то как устала. Я до сих пор так делаю. Зачем я так говорю? Я не понимаю. Вот прям представьте, зачем я это говорю? То есть я соперничаю сразу с ним. Я начинаю с ним соперничать. Я-то как устала. Ну, зачем ты это говоришь? Ну, я себе сейчас говорю, да? Ну, ты скажи, ну, хорошо, ну, отдохни, я тебя трогать сейчас не буду. Отдохнешь там, покушаешь там, то есть, потом он отдохнет, сядет кушать. Расскажи ему, как ты устала. Он тебя тоже пожалеет. Ну, правильно же. Зачем соперничать надо? Какая поддержка? Я вообще на нее была не способна. Пока что произошло? Опять, Бог очень сильно со мной разговаривал в первый год нашей жизни. Сильно вообще. Он меня... Я не скажу вам, что он меня смирял. Дух Святой вообще он не насилует. Он же никогда не насилует. Он все делает по любви. У меня было так... Сейчас чуть-чуть не по теме, но просто хочется, сильно хочется поделиться. Однажды, когда вот муж принял определенное решение в нашей жизни, которое глобально меняет вообще нашу жизнь, он пришел ко мне, ну, к нам домой, пришел и говорит, я принял решение, мы вот сделаем вот это и вот это. Ну, я, естественно, как вот этот вот мужик в штанах, ну, в пиджаке, вот это с усами. Я ему говорю, тебе надо, ты и делай. Ну, вот просто. Ну, он, у меня муж вообще на самом деле мудрый. Он как бы не стал со мной спорить. Он говорит, ну, хорошо. И, ну, как бы поехал на работу или куда-то там по делам. Я бегом в молитву, как сейчас помню, возле окна стою, молюсь. Я говорю, господи, прям вот, прям мы же завет заключали, ты третий посреди нас. Вот давай, вмешайся сейчас. Нужно, чтобы у него вот это вот мнение поменялось. А мне Дух Святой говорит, прям так тихо, но так громко. Такой говорит, ты мне веришь? Я говорю, ну, да, конечно, я же тебе молюсь, я же, как бы, конечно, верю. Он говорит, ты веришь, что твой муж от меня? Я говорю, конечно, я верю, господи. Он говорит, ты веришь в Писанию? Я говорю, ну, естественно, я живу по Писанию, я стараюсь жить. Ну, как бы, конечно, да. Он говорит, так вот тебе глава кто? Я говорю, муж. Он говорит, а мужу глава кто? Я говорю, ну, ты. Он говорит, в чем вопрос? Все. Я с тобой, я думаю, вот тебе помолилась, пошла, думаю, поменяй моего мужа. Бог мне вот просто вот так, понимаете, все. Я думаю, Бог мне еще, он еще так сказал мне, он говорит, так как ты говоришь, что ты мне доверяешь, а не доверяешь своему мужу? И все. И я ему звоню и говорю, ну, как бы, ну, да, все, я согласна, ты прав. Это вот так делает Бог. Он вот так вот, это на уровне откровения. Себя смирить, себя невозможно. Вот просто, чтобы ты взяла и взяла так вот и перестала быть соперником. Так не бывает. Здесь нужен Бог. Потому что, когда я получила откровение, что глава муж и что все заботы основные несет он, а теперь мне не надо этого делать, я такое облегчение испытала. Мне стало так классно, мне стало так хорошо. Я думаю, боже, почему я раньше на себя все пыталась вот это вот примерить. Я перестала с ним соперничать. И я стала способна его поддерживать. А когда ты поддерживаешь своего мужа, ну, или человека, который с тобой рядом, пусть в служении рядом с тобой, ну, не важно, вообще просто, когда ты способна поддерживать того, кто рядом с тобой, он начинает расти. Он начинает созидаться. Это очень важный момент на самом деле, особенно в семейной жизни. Вообще, в принципе, женская черта характера, да, христианская, и уметь поддерживать, быть поддержкой. Это очень крутое качество. Я, ну, я очень сильно хочу, чтобы оно у меня было. Потому что это глубоко духовная вещь. Уверенность в себе, которая формируется на основании Божьих вот этих вот самоценностей, это глубоко духовная вещь. Не духовно ты будешь все время самооценку повышать. А духовно ты будешь уверен в себе, ты будешь, ну, уметь противостоять сомнениям. Аминь. Дальше идем, двигаемся. Тут уже осталось немного, буквально, прям чуть-чуть. Так, 25 стих. Ну, крепость и красота, одежда ее, весело смотрит она на будущее. Оптимизм. Встречали таких? Ох и ах. Вот я знаю женщин в церкви, даже у нас девушка, я очень хорошо ее знаю. У нее столько проблем. У нее ребенок болеет, у нее, ну, много. Я ни разу не видела, чтобы она грустила. Ни разу. Это, вот это прям добродетель. Это прям христианское качество. Она всегда с улыбкой и всегда с благодарностью. Хотя у нее серьезные проблемы, реально. Серьезные проблемы, возможно, еще и не на один год, я не знаю. Но ни разу я не видела, чтобы она плакала или роптала, или кого-то обвиняла, Бога, там, не знаю, там, или что-то еще. Это тоже замечательное качество быть оптимисткой. Опять же, если ты уверена в себе, и если у тебя вот эта самоценность в центре тебя, ты в априори, ты не можешь быть пессимисткой. Ты всегда будешь оптимистична. Если ты умеешь поддерживать человека, ты всегда будешь оптимисткой. Это тоже очень важно. Представь, муж приходит домой, и такая капуста сидит, ну, вот прям за столом. Ну, я устала, я тоже устала. Ну, вообще, мне кажется, домой неохота будет идти. Хотя я такой иногда бываю тоже. Я все время, я говорю мужу сегодня тоже, я говорю, я буду проповедовать. Это, конечно, всегда в первую очередь проповедуешь себе, потому что, когда молишься, просишь у Бога Слово. Он дает все, что актуально в своей жизни. Поэтому я действительно получила откровение вот это вот прям по поводу уверенности в себе. Мне сильно это помогло. Я еще буду над этим размышлять, я буду работать над этим, я буду вспоминать, как Бог вообще для меня что делал при начале пути. Это важный очень момент. Это прям сильно духовная вещь такая, прям фундаментальная. Дальше, 26 стих. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Аминь. Хорошая. Да, девочки. Хорошая такая вообще черта характера. А там в оригинальном переводе написано, и муж смотрит на нее с любовью. И я просто вспоминаю, как и вот у меня, когда вот льется, с какой любовью на меня муж смотрит. Мы можем. Мы прям можем. Это вообще то, что льется порой у нас, какие слова мы говорим. Но столько много проповедей на эту тему. Мы так все это хорошо знаем. Что все, что мы говорим, слово может стать плотью. Что мы все, вот все это так сильно вредит. Что нельзя этого делать категорически. Но мы все равно это продолжаем делать. Здесь тоже. Я думаю, мое мнение, что здесь нужно откровение. Откровение от Бога. И Бог дает мудрость. Он дает мудрость сдерживать уста. Я вам даже больше скажу. Бог дает мудрости. И даже вообще, он просто, он так делает, что у тебя даже мысли не приходят. Ну, какие-то слова говорить. Я тоже размышляла на эту тему. Женщина, она... Ну, мы же верующие, правильно? Мы же понимаем, что мы не от обезьяны. Все же понимаем, да? Слава Богу. Мы из ребра. Из ребра мужчины. Для чего функция ребра какая? Защита сердца. Жизненно важного органа. А мы что делаем порой? Своими словами. Мы добиваем. Мы прям бьем. Прям в это сердце. И когда на уровне откровения ты начинаешь понимать, что функция моя совершенно другая. Что я должна защищать. Если речь идет о муже, то своего мужа. Вообще, ну, в принципе, женщина должна защищать. Представьте, как было бы круто, если бы мы, женщины, перестали бы кидаться вот этими словами острыми в людей. В любых. Вообще в любых. Речь даже не... Ну, конечно, в первую очередь о семье, да, потому что мы, как бы, ну, речь о добродетельной жене. Но если рассматривать просто, как черту характера верующего человека, женщины, женщина, которая говорит с кротостью и с мудростью, это же такая красота. А то порой, как наговоришь что-нибудь, потом сама думаешь, Господи, зачем? Тку сказала, я же так даже не думаю. Зачем вот это вот все? А слово же не воробей, как говорится, да, его уже ты все уже не поймаешь. Я помню тоже, опять же, из своего примера, когда притирались там только с мужем, я ему наговорю, что попало. Он мне, что попало, наговорит. Так больно обоим, больно сильно. Потом месяцами простить невозможно это все. А ведь не думаем так по-настоящему. Зачем вот это, да, вот это напрасное, вот это причинение боли? Все начинается с женщины в любом случае. И когда на уровне откровения ты понимаешь, что ты создана для другого, твоя функция как минимум охранять своего мужа, да, оберегать, а не ранить самой его никак, тогда проще. Тогда, ну, больше мудрости. Тогда ты сдерживаешься, ты не говоришь лишнего, ты не причиняешь боль. Это все на уровне откровения должно быть. Потому что по-человечески, ну, как бы, вы знаете, крепиться и не говорить, так тебя потом рванет, ты потом такого вообще наговоришь, еще больше вообще, прям на 20 лет вперед наговоришь. Поэтому нужно идти в тайную комнату всегда и говорить, Господь, открой мне мое предназначение, пусть вот эти добродетели, пускай вот эти вот черты характера, христианки настоящие, они будут во мне. Так, и, 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 собственно, все. 30 стих у нас остался. Миловидность обманчивая и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Это богобоязненность. Крутое качество тоже. Это когда ты... Я понимаю, богобоязненность вообще не то, что там Бог придет и меня накажет, Боженька накажет. Я не так, я не о том думаю. Я боюсь потерять его. У меня последнее время столько много... Так много общения с Богом, так Он меня любит сильно. Я на какой-то новый уровень вышла. Буквально несколько дней назад у меня был откровенный разговор с Богом обо мне. Представьте, Он начал разговор этот. Он стал мне задавать вопросы. Я ему про одно перевожу тему, а у меня про личное. И это так круто было. Я, наверное, в первый раз вот настолько откровенно разговаривала с Богом за все свое христианство, что я теперь понимаю, я реально боюсь это потерять. невозможно быть богобоязненной, не имея отношения с Богом. Все это просто слова, если ты не имеешь личных отношений с Богом. Если ты имеешь личные отношения с Богом, все эти качества, они в априори, они тебя будут преследовать. Они непреложны. Так или иначе они будут, потому что Дух Святой будет с тобой разговаривать через проповеди, через Писание, через ближнего. И последняя черта – это заботливая хозяйка. Вот это последние стихи, там, где она одевает всю семью, там вот это вот хозяйственное все это. Если ты любишь свой дом, то ты будешь заботливой хозяйкой. Женщина всегда устраивает атмосферу в доме, она заботится о муже, заботится о детях, заботится о семье. Я не знаю, как вы, я очень хочу иметь все эти качества. Я к этому стремлюсь. Я прошу их у Бога. Может быть, еще какие-то можно дополнить, не знаю. Может быть, какие-то вы посочтете лишними. Какие-то эти качества человеческие. По-человечески просто ты их приобретаешь. Ну, например, там вот это все меня не отпускает. Вот это вот, встает она рано. Меня тяжело, мне это дается. Я вот даже ребенка, ей к восьми надо в садик. А я говорю, ну, давай к девяти ее будем водить. Я и дома даже готова кашу варить, только лишь бы попозже. Ну, хочу спать. Но когда надо, я встану. Есть человеческие качества, а есть глубоко духовные качества. Есть конкретно, вот именно прям добродетели, именно духовные черты характера верующей женщины. И я хочу ими всеми обладать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok